Голубая весна, иней, лучи заходящего солнца В Одинцово Вениамин Иванович приехал в 1995 году, будучи уже на пенсии. В собственном доме в деревне Мамонова он открыл школу, где обучал местных ребят резьбе по дереву. Это были удивительные времена, ведь у Одинцовских школьников появилась возможность учиться у мастера, опытного педагога и талантливого художника. Свой путь в искусстве, а точнее дорогу к ремеслу Вениамин Бабуров начал с художественных курсов, которыми во время войны в Москве руководил известный живописец Василий Бакшеев. Выпускникам курсов выдавали хлебные карточки. Мама у меня верующая и сама хотела, чтобы я был художником. И однажды во время войны в Москве, на Второй Мещанской мы жили, она прочитала объявление, что принимаются дети в студию рисунка и живописи художником Бакшеева. И будет кто-то, кого возьмет Бакшеев, тому будет выдаваться хлебная карточка. Ну, мать обрадовалась тогда. Еще-то, по-моему, украли у нее хлебную карточку. Дай попробую. Взяла нам мою сестру Розу и меня и привела к Бакшееву. Потом, как у всех армии, после армии я все равно сел на бульдозер, на бульдозер работал. До шестого разряда дошел, на филях это. Ну, поступил я в Народный университет. Рисую, прям бульдозеры. И закончил Народный университет. Еще даже не закончил, а уж меня художником поставили. Потом поехал в Сибирь, это еще давно. Главным художником Баама в Сибири. Тоже понравилась гидрация. И в Сибири-то вот первый раз я начал вести кружки. И вот кружками-то я увлекся. Я понял, что надо уже детей привлекать к этому делу, к интересному. Эти кадры – редкое наследие, которое сохранилось благодаря режиссеру Игорю Матвееву. Фильм «Прикосновение к чуду» был снят в 1997 году, за два года до кончины Вениамина Бабурова. Это тот самый дом на Баковке, где Вениамин Иванович трудился сам и обучал своих воспитанников. Здесь его работа и особая домашняя атмосфера – не училище или класса, а эдакой дореволюционной мастерской. Я учился в Богородском. Я представляю, как это устроено в государственном профтехшколе. У него было, конечно, все это более как-то домашнее. И это было напоминало, скорее всего, дореволюционную мастерскую, когда учились из-под руки. Ну, в общем-то, это самый лучший метод обучения в нашем деле, когда учат не на уроках, а из-под руки. И в училищах, в институтах, в колледжах учат, к сожалению, сейчас такое направление – живописи, композиции, рисунку, скульптуре, ну, чему угодно. Кроме, самое главное для мастера – сидеть и копировать старые образцы. Это в любой традиции, хоть там геометрическая резьба, хоть что. В нашем деле – это самое главное. Но сейчас это везде такое поветрие, что делают универсального художника, академиста, а из него уже потом он сам выбирает свой профиль. Совершенно обычный деревенский дом, проходишь как-то к дому, все это совершенно по-деревенски. И в то же время там чувствовать такую атмосферу дисциплины и строгости. Великим Иванович за всем этим очень строго следил. И вот это вот так чувствуется, вроде как-то обыденно, но в то же время все очень строго и серьезно. Резьба – это тоже бесконечный мир, жанров бесконечное количество и поджанров. Мы, скорее, общались не именно о наших работах, а о каких-то тонкостях ремесла. Просто как-то разговорились о той же самой осине. Я говорю, ну, надо ее томить в печке осину, чтобы резать, чтобы она стала попластичнее. И Вениамин Иванович меня так остановил и говорит, вот молодец, понимаешь, увникаешь. И вот такие какие-то детали интересные. Он что-то мне рассказывал про музыкальные инструменты. Мне очень понравилось, как он строго смотрел на своих учеников. Вот у меня ученики, но я так не умею их держать. А у него сидело четыре парня, но они как тише воды ниже травы. И он так строго на нее говорил, вот три года высидят, если так, то будут мастерами. Богородский мастер, житель лесного городка Ярослав Аршинов был знаком с Вениамином Ивановичем. Правда, жалеет, что не так близко, как это могло быть. Встречались несколько раз, но даже этого времени, проведенного за беседой, хватило, чтобы понять, с какой величины и духовной глубины был Одинцовский мастер Вениамин Бабуров. Биография Вениамина Ивановича, она очень богатая. Я не стану утверждать точно, но я знаю, что он был человеком очень многогранным. Он занимался, так сказать, творчеством многожанровое. Вначале он был живописец, он писал пейзажи. И когда я приезжал к ним с его супругой на Баковку, в их училище, в дом училища, то я увидел один из пейзажей, который был оформлен нарезной рамочкой работы Вениамина Ивановича. Но также он делал музыкальные инструменты. Ребко кто знает, только из мастеров, наверное, что такая была первая форма нашей балалайки. Вторую форму балалайки, это уже форма постепенно преобразила немножко похожую уже на современную балалайку. Но все равно не та форма. И тоже делалась из целикового куска дерева, из клёна желательно. Да и поет она совершенно по-другому. Ну, третью балалайку вы все знаете, она продается в магазине. А вот эта вот балалайка, смотрите, муха сядет на струну, и балалайка заиграет. Вениамин Бабуров был воспитан в православной семье. Этим во многом объясняется большая тяга мастера к русской старине. После службы в армии окончил факультет рисунка и живописи Заочного народного университета искусств Центрального дома народного творчества имени Крупской. Преподавал труд и рисование в немчиновской школе. К резьбе по дереву мастер приступил, будучи уже опытным художником. И в этом деле раскрылся его особый талант. Такая тонкая и чуткая работа с материалом, который дышит и живет в руках, преображается после прикосновения художника. Эта липа гладенькая, это говорит о том, что эта липа молодая. И такая вот липа очень-очень хороша для резьбы по дереву. Из нее резной иконостас делали, киоды. Распространенное на это дерево. Отличные различные утвы получаются, предметы. И корыца рубить, капусту, и ковши, и многое-многое другое делается из этой прекрасной древесины. В Одинцовском историко-краеведческом музее находится экспозиция, посвященная Вениамину Ивановичу Боборову. Здесь представлены его работы. Резные шкатулки, различная утварь. На стене биография мастера с его портретом. Такой добрый и пронзительный взгляд человека, который немало претерпел на своем пути. В 1984 году Московский областной научно-методический центр при управлении культурой признал Боборова народным мастером декоративно-прикладного искусства. А в 1988 году по просьбе Московского городского отделения ВАОПИК Вениамин Иванович возглавил объединение «Московия. Город мастеров» на базе музея-заповедника «Коломенское». Программа развития городка, разработанная Боборовым, была зарегистрирована в Банке идей ЮНЕСКО. Это был, по сути, живой музей народных ремесел, мастера которого могли жить и работать. Там же, в музее, были организованы студии лозоплетения, иконописи, росписи по дереву, вышивания, кузнечного и пряничного дела. За пять лет работы были подготовлены 19 мастеров резьбы по дереву. А потом город мастеров стал не нужен. Его закрыли и сожгли. Сложно представить, каким ударом для мастера стало закрытие его собственного детища. Но Вениамин Иванович продолжал трудиться, и уже в 93-м году по приглашению архимандрита Иннокентия Просвернина приступил к созданию посада мастеров в Осиповолодском монастыре. Но и этой задумке не удалось осуществиться. В 94-м году архимандрит Иннокентий Просвернин скончался. Одинцова стала надеждой и отрадой мастера. Местная ребятня любила и уважала Вениамина Ивановича, который был строгим, но справедливым учителем. Верной спутницей в радости и в горе была супруга мастера, которая помогала ему в изготовлении вот этого резного аналоя для храма в селе Ромашково. Над этим аналоем работала и по столярке, и по резьбе работает Елена Ильиничная, помощница моя, как ее богословил, покойный отец Иннокентий, и супруга. И делаем мы это для своей церкви в Ромашково. Тем более мы венчались в этой церкви. И церковь нам это очень, очень, очень для души близка. Еще одно яркое произведение – резной коностас. В фильме Вениамин Иванович рассказывает о возможностях этого живописного чуда, изготовленного также для Никольского храма в селе Ромашково. Эконостас этот разборный. И взбирается вот из трех частей. Как первая часть можно сапочку снять, эту часть вытаскивается, снимается, и эта часть вытаскивается, тоже снимается. И нижняя часть остается. Поэтому его можно вместить в любую легковую машину и привезти туда, где это будет проводить бакиска штуки. Иконостас еще чем интересен, что центральная икона меняется. В зависимости от праздника. Какой праздник будет, можно туда и вставить того. Праздника иконы. Иконы все выполнены до скрилетной резьбой и взяты со основы XVI век. Иконы, вы видите, все разнообразные, и сочетания для верующих людей можно найти, кому какую икону душа требует. Вот что, и этот иконостас мы подарили в эту церковь, в Ромашково, чтобы он постоянно был здесь. Человек, он был православный, он казак. Фильм, который сняли про него, отдавали казакам. Они как-то старались популяризировать, пропагандировать этот фильм. У Николая Бурляева в 1997 году этот фильм занял приз. Тогда еще зарождался «Золотой вид» этот фестиваль. Он вел довольно активную жизнь и творческую, и какую-то... Я просто вижу, помню, у меня всегда перед глазами его фотография, где он стоит, и на заднем плане огромное количество его учеников. То есть он умел за собой вести людей, то есть он такой был прирожденный лидер. Во всем читалось такой изгибаемый характер и лидерство такое врожденное. То есть это... Нигде этому не научишься, либо есть, либо нет. Сильна земля русская талантами. Славен Одинцовский край своими умельцами и мастерами. Хранители народного наследия продолжают работать в своих мастерских, тихо и безропотно прививая своим ученикам любовь к труду, родине и Всевышнему, без которого любое дело не спорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова